Анизон, проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете выйти в качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон, смотри аниме просто и бесплатно. Опа-опа-опа. А что это тут у нас такое? А, так неужели долгожданное продолжение манги Черный Клевер? Да-да, это именно то, чего мы все так долго ждали. И сегодня мы поговорим о том, когда же это произойдет, под каким именно номером выпуска журнала Сенен Джампа выйдет, и чего конкретного нам стоит ожидать от последней арки вселенной Юки Табаты. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Вот уже и подходит к своему концу трехмесячный перерыв выпуска Черный Клевер. Данный отдых был согласован с редакцией журнала Weekly Sun and Jump, дабы Юки Табата, автор Черного Клевера, смог тщательно обдумать действия финальной арки. Да и просто всему коллективу, работавшему над мангой, нужен был отдых, так как почти бесперерывные недели работы над иллюстрациями очень выматывают. Так что это была необходимая мера. Однако данный перерыв уже подходит к своему концу, и пора уже задумываться о продолжении публикации манги. Если оперировать сухими цифрами, можно даже вычислить дату выхода новой главы. Считать мы будем с последней публикации главы на официальном сайте. 331 глава была опубликована 24 апреля 2022 года, после чего и был объявлен трехмесячный перерыв. Так вот, если посчитать пройденное время, тогда новая 332 глава Черного Клевера должна выйти 24 июля в воскресенье вечера. Это я сейчас оперирую данными, ссылаясь на публикацию официала. У меня же на канале ролик с разбором наверняка выйдет даже раньше, поскольку я занимаюсь переводом японских сканов. Ну, думаю, те, кто следит за моими публикациями, тот знает. Короче говоря, картина выходит довольно-таки оптимистичной. То есть, 332 главу мы сможем увидеть уже на следующей неделе. Вот только здесь есть небольшое «но». В номере 34 выпуска журнала Weekly Sonnen Jump нет упоминания о присутствии там манги Черный Клевер. По слепам информации, в 34 выпуске вернется One Piece, так что читателям этой манги есть вот такая хорошая новость от меня. На Reddit также ходят слухи, что Черный Клевер может вернуться в юбилейном 35 выпуске журнала Jump'a. Это тоже вписывается в окончание перерыва ЧХ, и было бы круто ворваться на юбилея Jump'a. Что было бы только в радость читателям, ведь и это позволит больше обратить внимание аудитории. Но пока на данный момент нет никакой информации о том, какие именно будут манги включены в 35 выпуск журнала. Однако в любом случае нет повода для грусти, ибо все равно ЧХ скоро вернется, и дабы не пропустить главу, вам всего-то нужно подписаться на канал и включить уведомления, нажав на колокольчик. Так вы будете одними из первых знать о выходе новой главы. Есть, кстати, один прикол, точнее, материал из демонологии. Табата явно знаком с информацией о демонах, поскольку в манге наблюдается туча всего, которая соответствует чертам дьяволов из демонологии. И дабы не водить вас долго за нос, скажу это прямо в лоб. Астерот больше всего активен в августе. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. И если Юки захочет сделать отсылку на дьявола Астерота, тогда 332 главу Черного Клевера можно будет ожидать 7 августа официально. У меня же на канале немножко раньше. Так что вот как-то так выходит. Новую главу стоит ожидать на выпуск 35-36 журнала Сенен Джамп. И вот-вот уже скоро мы вкусим начало новой, финальной арки этой вселенной. Теперь же поговорим немного о том, чего же нам стоит дожидаться в последней арке Черного Клевера. Безусловно, это противостояние героев стороны добра против главного злодея, Люциуса Загратиса. И это будет центром всего действия. Но также нам стоит ждать раскрытие тайн о родителях Асты. Почему Личита оставила своего сына, сходство Асты и дьявола Либия. Рассказ об отце Асты и о том, кем же на самом деле для него является Либия. Да и раскрытие прошлого Люциуса также приветствуется, поскольку он может быть тем, кто причастен к изменению судьбы Асты, а именно вмешательства в ход времени. В общем, нас ждет головокружительная арка. Помимо эпического сражения, что, само собой, очень хочется разобраться в главных героях. И, кстати, выше я забыл упомянуть о Яме и Чарме, о которых тоже мало чего известно. И мало ли нам выдастся возможность повидать их родину, а это тоже очень захватывающе. Короче, уже совсем скоро, Табата порадует нас продолжением. Так что остается пожаловать ему только крепкого здоровья, дабы в будущем, может быть, он создал что-нибудь новенькое. Ну и, конечно же, пожелаем ему достойной награды за его труды. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также, не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok